Мир полон опасностей. Будьте внимательны, мы постараемся помочь. Здравствуйте, с вами Алексей Мильников и я расскажу, что происходит. Столичные автовладельцы выступили против муниципальных властей. В Екатеринбурге охранник устроил охоту на собак, а теперь бросается на людей. Американский папа. Что делать, если бывшая жена решила увезти сына за океан? Место для парковки за 350 тысяч. Жителям одного из столичных районов такое предложение оказалось не по душе. Новые гаражи собираются строить на месте их прежних железных боксов. Подробности у Антона Шестакова. Нет ли народного гаража? Нет! Этих людей с плакатами и транспарантами в руках заставила собраться сегодня вместе одна общая для них проблема – снос гаражей. До чего мы должны охранять свой гараж? Не все гаражи, а свой гараж. Чиновники решили убрать железные боксы и построить так называемый народный гараж. Каждая машина места в нем будет стоить немалых денег. Пенсии 12,5 тысяч. И где их, когда их накапливают, 350 тысяч. При этом о никакой компенсации за снос гаражей даже и речи не идет. Цена машина места – это 350 тысяч. И для владельцев, на месте которых будет построен этот гараж, не предусмотрено никакой компенсации. Единственное, что советуют юристы в этой ситуации – идти автовладельцам на баррикады в прямом смысле слова. До тех пор, пока не будет того, что положено большим годом в России, решение суда, исполнительный лист, судебный пристав. Чем же все-таки закончится противостояние местных властей и владельцев гаражей, мы расскажем вам в одном из следующих выпусков нашей программы. Антон Шостаков, специально для Восьмого канала. В Нижнем Новгороде мужчина борется за право видеть собственного сына. Его бывшая жена хочет переехать с мальчиком в Америку. Она согласна, чтобы отец приезжал к сыну в гости. Но вот только где обычному программисту найти деньги на регулярные поездки через океан? Сегодня Дмитрию повезло. Удалось погулять с собственным сыном. В последнее время такие встречи у них бывают нечасто. Когда смотрю и мысли о том, что это могут быть последние минуты, когда мы общаемся, на душе очень тяжело. Бывшая жена Дмитрия вышла замуж. Ее новый супруг – гражданин Соединенных Штатов. И совсем скоро мама с сыном переедут жить за океан. Она решила, что ребенок лучше в Америке. В России ей, как страна, не вот уж нравится. Отдавать своего сына на помечение заграничного папы Дмитрий отказался. Не подписал согласия на вывоз ребенка за границу. Но суд решил, что мнение отца не играет никакой роли. Дмитрий пытался уговорить экс-супругу не разлучать их с сыном, но тщетно. Женщина лишь позволила иногда навещать мальчиком. То есть ты не хочешь ездить? Я хочу, но не имею такой возможности. Дмитрий – программист. Его зарплаты на билет до Америки не хватит. А значит, сына он больше не увидит никогда. Смириться с этой мыслью мужчина не может. Если он уедет, я не знаю, мимо детских площадок вообще, близко даже проходить будет очень больно. Но и что делать не знает. Ведь по закону его разлука с самым близким в мире человеком оформлена безукоризненно. Мария Степщикова. Специально для Восьмого канала. Бездомные псы доставляют нам много неудобств и дискомфорта. Мы относимся к ним с опаской. Но дает ли это нам право вести себя по отношению с ними жестоко? В проблеме разбиралась Вера Авдонькина. Бедняга. Ну сейчас мы тебя вытащим. Сейчас мы тебя вытащим, маленький. Этого бездомного пса не сбила машина. И он не пострадал в драке с другими собаками. Полученные раны и увечья – результат человеческой жестокости. Охранник железным прутом пытался прогнать дворнягу с территории фирмы. Забил бы насмерть, если бы не случайный прохожий. Смотрите, как это надо делать, как ее надо гнать. Взял вот этот вот топор с приваренной железной трубой и стал избивать собаку. Владимир вступился за пса, а затем вызвал милицию, службу по спасению животных и журналистов. Охранники встретили нашу съемочную группу так же, как часом ранее избитую ими дворнягу. Покиньте территорию, нечего здесь. Нет, вы меня сейчас не трогайте, пожалуйста. Все, где разрешение на съемку? А где разрешение на съемку? Разрешение. Деньги стоят, не надо, не трогайте. Разрешение, где номер? Закрой дверь. После всех разбирательств избитую собаку отвезли в ветеринарную клинику. Тут поврежден глаз сам. И, возможно, черепно-возбивая травма. А Владимир пообещал, что не бросит это дело и добьется, чтобы охранников и зуберов наказали за жестокое обращение с животными. Вера Авдонькина, специально для Восьмого канала. Вся жизнь борьба за воду. Оказывается, в 21 веке не все могут позволить себе такое благо цивилизации, как водопровод. В подмосковном селе Остапова семья, в которой шестеро детей, на протяжении нескольких лет пытаются достучаться до местной власти. Колонка возле их дома засорилась. А ведь она была единственным источником воды. Вот так вот я нагрела горячую воду, сюда вот половиночку, потом я беру холодную воду. Так в семье Дмитриевых проходит ежевечернее купание детей. Эту нехитрую, но довольно утомительную процедуру Марине нужно проделать шесть раз подряд. Вот старший у меня Иван Юрьевич, а это Виталий, это Варвара, это Танюша, а это Петюша у меня. Шестая маленькая Света. Она еще не знает, как тяжело приходится ее братьям и сестрам. Им нужно помогать родителям по хозяйству. Это значит заботиться о том, чтобы в доме всегда была вода. Вот у нас фляга, она 40 литров фляга. Ну, считай, фляга, четыре фляги привозим. В день? Да, на как день? Вот привозим до обеда четыре, а с обеда еще две. Четыре года назад иссяк последний источник воды, колонка. Теперь ходить с ведрами приходится к соседям. И вот мы идем туда за водой все, всем семейством ходим. Вот сколько метров, я не знаю. Хромает Виктор не из-за несчастного случая. Последние 15 лет он получает пенсию по инвалидности. У мужчины серьезное заболевание костей. Но даже это не повод для местной власти провести к дому Дмитриевых водопровод. К слову, в другие дома поселка вода подается исправно. Ну, ничего не дают, вообще не соцзащита, ничего не помогает нам. Устав больной ногой обивать пороги социальных служб, Виктор решил, что поедет в прокуратуру с жалобой на сельскую власть и возьмет с собой всех шестерых детей. Может быть, так, там обратят внимание на проблемы многодетной семьи. Евгений Решетнев и Сергей Ашикмин. Специально для Восьмого канала. Зверское убийство ребенка на Ставрополье. Мальчик, которому еще не было и года, погиб от многочисленных колотых и резаных ран. Причастности к этому преступлению подозревают его мать. Жители Петровского хутора говорят сейчас только об одном. О гибели 11-месячного мальчика. Здесь уверены, его убила собственная мать. Елена Шульженко уже отсидела в тюрьме за убийство. Вышла она досрочно. Трех лет на свободе ей хватило, чтобы родить двойняшек, Вову и Вику, убить мальчика и обвинить в убийстве своего брата. Я говорю, а кто это такой? Это Генка. Это Генка. Гад, говорит, убил. За дочкой Еленой сейчас присматривают врачи. К матери она уже не вернется. Елена свою вину не признает до сих пор. И объяснить, как и почему был убит брат Вики, не хочет. Однако, в кратчайшие сроки были собраны достаточно и оперативной базы, и доказательственной, которые дали основания полагать, что убийство своего родного сына совершила его родная мать. Проверять будут и социальные службы, которые оставили без присмотра неблагополучную семью Шульженко. Станислав Зотов, Полина Привалова. Специально для Восьмого канала. Мы рассказываем вам об опасностях нашей жизни, чтобы с вами такого не случилось. Обо всем, что происходит, вы узнаете из наших выпусков. Всего доброго. До встречи.